В эфире программа День города. Марина Комиссарова в студии. Здравствуйте! В ближайшее время смотрите в материалах моих коллег. Экзамен для маршрутчиков. Добровольно проверить собственные знания ПДД отказалось большинство водителей маршрутных такси. Кто заказывал такси на Дубровку? Наша съемочная группа прокатилась с женщиной-таксистом, чтобы выяснить, как она чувствует себя в такой неженской профессии. Что нам стоит дом построить? Компания «Стройпромсервис» представила свою продукцию на крупнейшей выставке стройматериалов. ДТП со смертельным исходом. Сотрудники госавтоинспекции напоминают об ответственности всех участников дорожного движения. Туберкулез – социальное заболевание, пик которого приходился на 19 век. Но поныне опасность заболеть никуда не делась. В Роспотребнадзоре рассказали об эпидемиологической ситуации в нашем регионе. В прошлом году впервые за последние 30 лет в Рязанской области были зарегистрированы самые низкие показатели туберкулеза. Этого удалось добиться благодаря новым технологиям. На ранней стадии у взрослых выявить заболевание помогает флюорография. А дети проходят диаскин-тест, который стал альтернативой привычным МОНТУ. Именно с его помощью в прошлом году заболевание нашли у шести подростков. Мы выявили этих ребят на ранней стадии. Даже когда еще на обзорном снимке еще не было видно этих изменений. У мамы и у сына, но уже он не подросток, он взрослый, были тоже тесты положительные. На компьютерной томографии выявили туберкулезные изменения. Если в ходе этих проверок специалисты замечают какие-либо отклонения, то человека направляют на компьютерную томографию. Это высокотехнологичный процесс, который покажет медикам всю правду о состоянии ваших легких. В микробактериологической лаборатории работают два аппарата для ускоренной диагностики микробактерий в анализах мозга мокроты. Когда результат получается в первый день и результат посева мокроты на жидкие среды с определением лекарственной чувствительности на сороковой день. Раньше это были значительно более продолжительные сроки диагностики. Однако стоит помнить, что туберкулез – болезнь социальная. От простого чиха опасные бактерии разлетаются на расстояние до шести метров, заражая окружающих и предметы. Инфекция попадает в организм при вдыхании воздуха или через посуду, которую недостаточно обработали после использования. Также туберкулез можно выявить самостоятельно. Для этого прислушайтесь к своему организму. Длительно страдает повышением температуры до 37,2 и выше. Длительный субфибрилитет. Человек, который страдает длительным кашлем, не поддающимся лечению, обязан просто обратиться к врачу по месту жительства. И врач по месту жительства проведет правильное обследование. Обезопасить себя от туберкулеза, как и от других болезней, можно благодаря повышению иммунитета. Для этого вам нужно полноценно питаться, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, почаще гулять и принимать в солнечные ванны. Ничего нового и необычного. Но если их действительно придерживаться, то никакие бактерии не смогут вас заразить. Сколько бы ни говорили о том, что автомобиль – это техническое средство повышенной опасности, и о том, что, садясь за руль, человек становится ответственным не только за свою жизнь, но и за жизни других участников дорожного движения, количество ДТП, в частности со смертельным исходом, к сожалению, не уменьшается. Сегодня в 10-м часу на 69-м километре дороги Клепики-Рязань мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», совершил наезд на автобус, который осуществлял работы по очистке дорожного ограждения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Даже если вы выспались днем, нет уверенности в том, что вам не захочется спать за рулем ночью. Если есть возможность, берите с собой попутчика или включите радио. Перед поездкой в ночное время обязательно протрите ваши фары или съездите на мойку. Такое загрязнение уменьшает светопроходимость и повышается риск встречи с незапланированными объектами. Соблюдайте скоростной режим, управляя автомобилем в ночное время суток. Если вы едете на ближнем свете фар, скорость не должна превышать 50 км в час, а если на дальнем – не более 90. Думайте о безопасности вас, своих близких и других участников движения. Выезжай в ночное время суток на дорогу. Если вы чувствуете усталость или сонливость, то лучше устроить себе небольшой отдых. Но помните самый главный совет. Если поездку можно отложить до утра, лучше отказаться от ночного вождения на автомобиле. Водителям маршрутных такси предложили добровольно сдать тестовый экзамен на проверку знаний правил дорожного движения. Каковы результаты такой проверки, узнал Валерий Седов. Привычная глазу картина. Маршрутное такси, игнорируя многие правила дорожного движения, летит по полосе. Вопрос этих нарушений поднимался в ГИБДД неоднократно. Однако до сих пор на просторах интернета каждый день появляются новые ролики о таких водителях. И сколько бы сотрудники госавтоинспекции не проводили тщетных мероприятий, число нарушений не уменьшается. В последнее время, например, применяется скрытое патрулирование. С помощью средств видеозаписи сотрудники ГИБДД фиксируют нарушения, а затем приглашают водителей для беседы. Несмотря и на это, пренебрежения правилами ПДД продолжаются. Традиционными нарушениями водители маршрутных транспортных средств стали поворот нестой полосы, выезд за стоп-линию, остановка на пешеходном переходе, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, пренебрежение ремнями безопасности и управление транспортным средством, которому запрещена эксплуатация. Три месяца назад в управлении ГИБДД проводилось открытое совещание с представителями перевозчиков, где приняли очень необычное решение направить водителей маршруток для сдачи теоретического экзамена ПДД. 12 водителей, поддержав инициативу сотрудников госавтоинспекции, прибыли на проверку теоретических знаний. К сожалению, только треть от принявших участие в проверке успешно прошли испытания. Водители маршруток пошли навстречу и нашему телеканалу, также ответив на несколько простых вопросов. Где нужно останавливаться на перекрестке? Перед светофором. До светофора или до стоп-линии. А если не стоп-линии? До светофора. Перед светофором. До стоп-линии. А и при отсутствии стоп-линии? 5 метров от светофора. Ну, от столба светофора. Где разрешена посадка и выставка пассажиров? На остановку. Там знак висит на синем фоне. Автобус. На остановках. В строго отведенных местах на остановках. Что нужно делать при ДТП? Сейчас? Ну да. Ну, я вызываю. Комиссар аварийного. Доставать свои телефоны, фотоаппараты. Фотографировать все. Снимать за этот... Ну, где-то отмечать надо будет. А потом все, в Гаире туда ехать самим вдвоем. Ну, вызвать аварийных комиссаров. Остановиться, включить аварийку. В смысле. Посмотреть, если там пострадавших нет, выставить знаки. Самое главное – помнить, что выполнять правила дорожного движения должны не только водители маршрутных такси. Каждый водитель обязан следить в первую очередь за самим собой. По отношению к нам никто правил не соблюдает. Первый пункт не выпускает с остановок. И никто об этом даже не знает, не подозревает, что мы имеем преимущество. Второй пункт – все остановки забиты. Стоящим транспортом, что создает аварийность при посадке и высадке пассажиров. В Рязани открылся 28-й межрегиональный специализированный форум «Стройиндустрия-2017». На сегодняшний день выставка – это крупнейший специализированный проект, способствующий развитию строительной отрасли Рязани и области. Ведущие строительные компании, зарекомендовавшие себя на рынке региона, представили на выставке новейшие технологии и последние разработки. «Стройиндустрия-2017» – это 28-й специализированный форум. Здесь ведущие представители строительной отрасли говорят о достижениях. Строительные материалы, технологии и оборудование здесь как своеобразный итог работы за год. Но, пожалуй, главная презентация нового жилья. Ведущий застройщик города «Стройпромсервис» считает своей гордостью почти десяток крупных жилых объектов. Самый главный у нас упор – это последние годы на качество. У нас шикарные подъезды, это, соответственно, ландшафт. Мы создаем внешний вид как внутри здания, как интерьеры, как в экстерьере. Сегодня на стенде варианты комплексной жилой застройки. Окские просторы – жилой комплекс в экологически чистом и живописном месте, с развитой инфраструктурой, детским садом и школой на территории. Окские просторы, где в общей сложности будет 115 тысяч квадратных метров. Сейчас дано два дома и еще получаем разрешение строительства пяти домов. Жилой комплекс «Звездный» получил свое название из-за уникального местоположения. Это самая высокая точка города. Но самый грандиозный проект – это Шереметьевский квартал. Сейчас там построено уже 50 тысяч квадратных метров. Также сейчас проектируем и, надеяться, будет построена в 2018 году школа на 500 мест и детский сад. Современные комфортабельные коттеджи. Это два поселка – Новый Посад и коттеджный комплекс Окские просторы. Соединили в себе все преимущества городской и загородной жизни. Строительство разнообразное. Дома из клееного бруса, дома каркасные, деревянные, дома кирпичные, ну и любые другие по желанию заказчика. Построить коттедж своей мечты предлагает домостроительный комбинат «Русский дом». Это современное производство домов из клееного бруса. Здесь можно заказать как проект целиком – от фундамента до кровли, так и выполнить только деревянную часть на старом фундаменте. Продукция высокотехнологичная, клееный брус. Предприятие уже существует порядка шести лет. Достаточно разветвленная сеть, приемы заказов. Стенд компании «Русский дом» стал одним из наиболее ярких и запоминающихся на выставке и собрал около себя наибольшее количество зрителей. В центре дома крепкий и выносливый бамбук, как символ силы и стойкости. Один из участников выставки – многоотраслевая производственная компания КРЗ. Предприятие является одним из самых крупных в России по производству мягкой кровли. Компания имеет полувековой опыт производства не только кровельных, но и гидроизоляционных материалов. Мастичный слой, как вы видите, можно провести эксперимент. Он практически, да, она висит на пальце. То есть надежность сцепления, достаточно высокая адгезия. И после того, как это монтируется на кровле, это практически монолитный бетонный слой. Предприятие существует более 50 лет и имеет богатый опыт по производству мягких кровельных и гидроизоляционных материалов. ЗАО – многоотраслевая производственная компания КРЗ. Поставляет свою продукцию во все регионы России и страны дальнего и ближнего зарубежья. Это такие страны, как Китай, Индия, страны Европейского Союза, Германия, Польша, Чехия, Франция. Это Турция, это Доминиканская республика, это, например, Чили. И мы постоянно развиваем направление своих поставок. На самом деле вы можете поехать куда-то за границу и не задумываясь об этом встретить нашу гибкую черепицу или рулонные материалы где-то при строительстве зданий и сооружений. Более 12 лет компания входит в рейтинг 100 лучших предприятий промышленности строительного комплекса России. Четыре направления. Производство кровли, неглубокая переработка нефти, солилозно-бумажное производство, а также упаковочная промышленность. Из этих материалов сделаны новые дороги Подмосковья, а также трасса Формулы-1. Это коробки, например, многих производителей мебели, коробка Почта России и так далее. Туалетная бумага, которая лежит в Ашане, это тоже продукция нашего производства. Основной упор в работе здесь делается на модернизацию и обновление оборудования и современный подход к организации производства. Сразу после паузы смотрите. Помочь мастеру. Под угрозой закрытия бесплатная выставка-мастерская знаменитого рельщика по дереву. Сохранится ли аварийный дом, под крышей которого расположился музей, разбирался наш корреспондент. Открытка на память. Рязанская художница создала серию акварельных изображений городских улиц и домов. Ровно 110 лет назад, в далеком 1907 году, 22 марта, на улицы Лондона выехали машины со специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчики «таксиметр» от французского «такс-плата» и греческого «метрон» измерения. С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков – таксистами. 22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день таксиста. И в жару, и в слякоти, и в морозные дни – эти люди всегда помогут. Услуга такси является очень востребованной в наши дни. Как это ни удивительно, но День таксиста – это праздник не только мужчин, но и женщин. Ведь профессия пользуется большой популярностью среди людей обоих полов. Люди этой профессии очень не похожи между собой. Что же заставляет людей садиться за руль в качестве таксиста? Садясь в такси, можно услышать множество рассказов, как многие пришли в эту профессию. Нина Фролова работает в такси уже 11 лет. Пришла, сказать, что случайно, но вряд ли. С самого детства было желание рулить. Настоящий таксист должен быть смелым и выносливым, ответственным. Потому что эта профессия является одной из самых опасных в мире. Неизвестно, с какой целью пассажир садится в такси. Именно поэтому таксиста должен уметь постоять за себя и в случае необходимости дать достойный отпор. Несмотря на внешнюю хрупкость, девушка говорит, что ей не страшно. Страшно весело. На самом деле самое главное в этой жизни – любить свою работу, отдаваться ей. И тогда у тебя все получится. Конечно, водитель такси должен отличаться превосходным умением управлять автомобилем и ориентироваться на местности. А также иметь терпение, быть приветливым и психологически готовым к любым ситуациям. Ведь к услугам таксистов прибегают разные люди. Кого-то придется выслушать, а кому-то и дать совет. Стать жилеткой, если это будет необходимо. Люди все разные, безусловно. Это сфера услуг, которая подразумевает общение с людьми. И с каждым нужно найти какой-то постараться диалог. Безусловно, всем ты не будешь так же приятен, как бы это ни казалось просто и легко на первый взгляд. Но мы всегда над этим стараемся работать. Эти люди работают по праздникам и по выходным, в ночные смены, в любых погодных условиях. Для того, чтобы воспользоваться услугой такси, сегодня достаточно просто позвонить или отправить сообщение. В бешеном ритме жизни эти люди помогают нам, когда мы опаздываем на работу, на важные события, на встречу или на свидание. Без них мы никуда. Поэтому давайте обязательно их ценить и уважать столь непростую работу. Ну и еще раз с профессиональным праздником. Рязань – город с историей и самобытной архитектурой. Колоритный, яркий. Интерес для творческих людей представляют даже самые ветхие домики и дворики. Особенно любят городские виды художники. Наша коллега, журналист Ольга Джафарова, решила увековечить современную, но колоритную Рязань в открытках. Картинки собственной работы она создавала в течение долгого времени и теперь презентовала общественности. Театр на площади Соборной, усадьба Херасковых на Свободе, деревянные постройки на улице Салтыково-Щедрина. Именно с этими зданиями у многих из нас в первую очередь ассоциируется Рязань. И именно они создают в нашем городе особую атмосферу. Напоминают о давно ушедших временах и о богатой истории Рязани. Прогуляться по улицам города и полюбоваться на архитектурные шедевры прошлого, которые пока еще его украшают, предлагает Ольга Джафарова, автор работ, представленных на выставке «Путеводитель по городу». Многим из нас Ольга знакома в первую очередь как журналист. Но, как оказалось, выросла Ольга в семье художников и в большей или меньшей степени рисовала всегда. В последнее же время она стала уделять этому больше времени, стараясь запечатлеть любимые уголки родного города. Много лет я проработала культурным обозревателем в Рязани. Была на очень многих выставках, выставках рязанских художников. Рязань рисуют редко. Я считаю, что это не заслужено. Я считаю, что Рязани нужно рисовать много, благо у нас пока что есть чего рисовать. На этой выставке представлено всего лишь 18 работ, хотя на самом деле их гораздо больше. В экспозицию вошли акварели, на которых изображены здания с наиболее богатой и интересной историей. И те постройки, которые нравятся автору с художественной точки зрения. Кстати, многие из этих работ сегодня можно увидеть на открытках и календарях. Таким образом, Ольга Джафарова не просто переносит на бумагу живописные уголки Рязани, а ведет борьбу со временем. Несмотря на то, что у меня на рисунках представлены целые здания, некоторые из них уже находятся в руинах. И надо думать, что там еще один-два года, и возможно, что их уже не будет, а будет новая новостройка, новый торговый центр. Я считаю, что попытка оставить эти здания не только в человеческой памяти, не только в фотографиях, но и в каком-то кусочке творчества – это возможность сохранить наш город для тех, кто будет жить с нами, после нас. Выставка «Путеводитель по городу» будет работать в библиотеке имени Сергея Есенина на протяжении месяца. Возможно, работа, представленная на ней, заставит посетителей этой экспозиции еще раз пройтись по Рязани и иначе взглянуть на старинные здания, украшающие ее улицы. В центре Рязани, около цирка, существует выставка резьбы по дереву. Посетить ее может любой желающий совершенно бесплатно. Организатор выставки «Мастер-краснодеревщик» не раз бывал во Франции, обменивался опытом с заморскими мастерами. Как-то раз один из французов показал ему свою мастерскую, в которой было не менее 500 инструментов. Как же удивился зарубежный искусник, узнав, что рязанский мастер работает, орудуя всего тремя приспособлениями. Это стало настоящим шоком для творческого сообщества французских краснодеревщиков. Сейчас история легендарного бесплатного музея находится под угрозой. Что происходит с мастером и его мастерской, выяснил наш корреспондент Валерий Седов. Давайте попробуем поиграть в детектива. Что можно сказать об этой ножовке? Чем она отличается от остальных? Какую историю она в себе хранит? Ей больше 30 лет. Эта ножовка является одним из основных инструментов Александра Васильевича – изготовителя художественных изделий по дереву. Кто начал заниматься, я не имею в этом направлении никакого образования. Абсолютно. Это мое увлечение, хобби. Я просто живу и радуюсь, режу. Некоторые занимаются там, в домино играют, в карты, рыбалка, охота и прочее. Я находил удовольствие в этом. Садился и забывал обо всем. Преподавал Александр Васильевич около 15 лет. За все это время он обучил около 250 ребят. Их специальность называется сейчас не мастер-краснедеревщик, а изготовитель художественной резьбы по дереву. Его ученики делают иконостасы для разных церквей. Сейчас Александр Васильевич также преподает, но абсолютно бесплатно. Каждый день он готов принимать к себе новых учеников. С 2007 года в этом помещении находится клуб любителей резьбы по дереву. Ну и выставка резьбы по дереву бесплатная. Но в 2015 году здание, в котором располагается его выставка, признали аварийным. Каждый месяц счета за дом пополняются, а различные инстанции запрещают там жить и преподавать. К сожалению, мастерской, в которой он на добровольной основе обучал детей своему ремеслу, скоро может не стать. Александр Васильевич признается, что раньше никогда не мог подумать о продаже своих масок. Это его первое, сделанное в 1982 году. Многие другие ему пришлось продать для того, чтобы сохранить это здание. На днях вынесут вердикт, касаемо мастерской. Будем надеяться, что выставка школы никуда не пропадет. Конечно, неплохо было бы, если сейчас все говорят о том, что, значит, сделать Рязань такой туристическим направлением, пригласить сюда. И одной из точек этих посещений, прибывших к нам у гостей, будет эта выставка бесплатной резьбы по дереву. Я считаю, что это великолепно было бы. Кроме того, как, конечно, рязанцы очень многие посетили и продолжают посещать эту выставку. В Рязанской области борются с палами травы. В этом году они начались раньше обычного. Сотрудники МЧС сообщают, что с начала года было ликвидировано уже 17 возгораний. Наибольшее количество, а именно 11, зарегистрировано в Рязани. Среди муниципальных районов больше всего возгораний в Рыбновском районе. 1 апреля в Рязанской области ждут с волнением. Сторожиловский район всегда был сельскохозяйственным. На его территории всего 3% лесов. Остальную часть занимают поля. Для того, чтобы спасти родные просторы от огня и весеннего пала травы, начальник пожарной охраны Виктор Бирюков стал настоящим изобретателем. И эту новинку он подсмотрел у американских коллег. Сам выточил, опробовал и внедрил в свои части. Сейчас такое нехитрое устройство есть у каждого пожарного. Подошли, открыли люк у колодца. Не надо уже брать другое. Подошли, стекло разбили. Подошли, дверь приоткрыли. То есть это все в кармане ложится. Надо рукав повесить. Повесили рукав, вот висит рукав. Здесь задержка. Второй и самой значимой новинкой Виктора Бирюкова стал самодельный прицеп. В него помещается один кубический метр воды. То есть одна тонна. Устройством может пользоваться любой человек, даже пенсионер. Здесь есть все необходимое. Лопата, пожарный рукав, специальная хлопушка и многое другое. Оттушить возгорание можно прямо в движении. Закупили фотопомпа, емкость. Тут я не знаю, что нужно покупать. Все остальное по способам и себестоимости. Его материал где-то 70 тысяч. Ну и работа порядка 50 тысяч стоит. В то время как такой же прицеп, который продается, порядка 700 тысяч. Сейчас пожарные делают их на волонтерской основе и раздают коллегам. 12 штук уже стоят на страже порядка Рязанской области. Да, это своего рода придумки, это своего рода конструкторские какие-то инновации. Мы их тоже реализуем. И сельские главы, главы районов принимают это на вооружение. Также у себя их, скажем так, ставят на вооружение в пожарных частях. За три года использования новинка показала себя во всей красе. Недавно в поселке Чернобаево загорелось жилое здание. И пожарные не растерялись. К вами через три дома стоял прицеп. И они его даже ни машины, ничего, они их на руках прокатили и тут же потушили. Потому что очень легко, балансирно сделано. В отличие от заводских образцов, которые не всегда подходят для конкретных условий местности, наша новинка постоянно дорабатывается. После происшествия пожарные собираются и вместе анализируют, как сделать свою работу еще эффективнее. Мы первые сделали, значит, и цистерну поставили ровно на ось. И у нас получилось, что если цепь, она переворачивает. Мы сместили на 10 сантиметров, ее простые жигули везут легко. Дальше у нас нюансы какие были. Мы поставили рессоры, и она стала бочкой играть. Рессоры убрали, стало лучше. На вооружении пожарной части в Сторожевском районе еще много хитростей. Хочется верить, что скоро о них узнают и за пределами Рязанской области. Зима кончается, весна начинается. Сегодня наши предки праздновали один из весенних праздников, который был посвящен встрече Дня весеннего равноденствия, одного из главных событий в жизни людей. У русских повсюду существовала вера в то, что в этот день из теплых стран прилетают 40 разных птиц. И первый из них – жаворонок. В этот день обычно пекли жаворонков с распростертыми крылышками. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали закликать жаворонков. А с ними – весну. Печеных жаворонков насаживали на длинные палки и выбегали с ними на пригорки. Или же насаживали псичек на шесты, на палки плетня, избившись в кучу, что есть силы, кричали. «Жаворонки прилетите, студену зиму унесите, теплу весну принесите. Зима нам надоела, весь хлеб у нас поела». После печеных птичек обычно съедали. С помощью подобных псичек на жаворонки выбирался семейный засевальщик. Для этого в жаворонок запекалась монета или лучинка. И мужчины, независимо от возраста, вытаскивали себе печеную псичку. Кому выпадал жребий, тот и разбрасывал первые пригоршни зерен во время начала посева. Сейчас эта традиция не актуальна, тем более в городах. Но все же праздник жаворонков неизменно означает одно – весна пришла. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго! Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok